Мы в прошлый раз видели, считали, первые прочитали четыре главы предисловия к трактату «А вот», в общем и целом, и структуру помним, я надеюсь, да, то есть он говорит о частях души разных, выделяет пятичастную структуру, затем говорит о том, какие из этих частей души связаны с исполнением заповедей или, наоборот, прегрешениями, и это две части, чувствующая и побуждающая. И дальше говорит о болезнях возможных души и о том, как их лечить. Как их лечить? Их лечить с помощью так называемого принципа «золотой середины». То есть каждое из качеств имеет две крайности, и на самом деле здоровая душа – это душа, которая стремится к середине. Иногда от этой середины отходит, иногда некоторые отклонения даже полезны. В том случае, если, например, человек скупой, то ему нужно некоторое время быть транжирой. И за счет этого он исправляет это свое качество души. Ну, вот этот любопытный момент относительно питающей и воображающей части души. То есть у нас всего есть питающая часть, чувствующая часть, побуждающая, воображающая и разумная. И вот воображающую и питающую он исключает как бы из рассмотрения рану. Говорит о том, что они в каком смысле работают как автоматы. И с ними не связаны ни достоинства какие-то, ни недостатки, ни исполнения заповедей, ни прегрешения. А вот, например, с разумной душой связаны достоинства и недостатки. Хотя прегрешения и исполнения заповедей с разумной душой как раз не связаны. Опять же, удивительно. Ну, на первый взгляд удивительно. На второй взгляд не очень удивительно. Потому что он говорит, ну, разумная душа, у нее только идеи. Эти идеи, конечно, могут привести к каким-то действиям неправильным. Но за это отвечает уже не разумная душа, а душа побуждающая. То есть разумная душа своей идеей как бы неверной передает побуждающие, побуждающая побуждает меня к какому-то действию. То есть с разумной душой не связаны действия. И поэтому она не имеет отношения к исполнению заповедей и прегрешениям. Точно так же воображающая душа. В прошлый раз мы как раз в конце об этом говорили. Эмиль спрашивал про это. На наш простой взгляд, казалось бы, воображение действительно может человека завести очень далеко куда-то. И оно может привести к чему-то, к добрым поступкам или наоборот. Но опять-таки Рамбом рассматривает это технически. То есть воображающая часть душа у него, с его точки зрения, это что? Это только способность соединять разного рода такие блоки, которые у человека хранятся в памяти. Можно соединить одно, можно соединить другое и так далее. И вот в этом смысле это и есть работа воображающей части. Естественно, что воображающая часть души может такого нагородить, что потом побуждающая опять же или чувствующая часть души, сила, она на меня начнет подталкивать куда-то. Но поскольку не воображающая отвечает за действия, а именно чувствующая или побуждающая, то он именно к ним относит, к вот этим частям он и относит заповеди и прегрешения. То есть, по сути дела, получается, что аппарат может работать и посылать сигналы не очень хорошие этим двум частям, но в принципе за поступки и за прегрешения, за поступки хорошие и за поступки плохие отвечают. Вот эти две части – чувствующие и побуждающие. А разумная – ей свойственные достоинства и недостатки. То есть, это могут быть плохие идеи или хорошие идеи. А вот воображение, оно в каком-то смысле не тражит. Оно себе там соединяет, комбинирует и так далее. И разумная душа может предать тем или иным сочетаниям определенного рода идейное содержание. И тогда это будет либо достоинством, либо недостатком души, в зависимости от того, каким комбинациям будет предана та или иная значимость. Ну хорошо, это то, что у нас было в прошлый раз. И сегодня мы, возможно, дочитаем это предисловие от трактата Равода. Пятая глава о направлении сил души на одну цель. Достойно человека подчинить все силы души рассудку. Еще раз подчеркну, что я не проверял, к сожалению, когда редактировал этот текст, я не проверял каждый раз терминологию. То есть у нас есть разум, у нас есть рассудок, у нас есть интеллект, у нас есть мыслительная способность. Все вот эти термины, которые связаны как бы со размышляющей частью души, так можно сказать, они действительно в арабском языке тоже есть несколько. Но насколько переводчик наш, Саша Фегин, придерживается в этом смысле последовательности какой-то, я, увы, не проверил. Поэтому здесь не могу сказать рассудку, надо иметь в виду, или имеется в виду, собственно говоря, разумная часть души. Это надо, по идее, проверить по арабскому оригиналу. Но мы сейчас не будем, так сказать, придираться к словам. Предположим, что мы понимаем, что все силы души должны быть подчинены вот этой разумной части души. Продолжение следует...